Здравствуйте! В сегодняшнем тесте сошлись два типа стекол. Это Sapphire и Corning Gorilla Glass DX. Сразу скажу, это не краш-тест часов. Как раз наоборот. Мне интересно было проверить стойкость стекла к царапинам при воздействии различных природных и искусственных материалов. Я ни в коем случае не претендую на научность моих тестов и прекрасно понимаю, что любое стекло можно разрушить в зависимости от силы и места приложения к поверхности. Почему в сравнении два типа стекла? Я большой фанат сапфервых стекол Garmin и всегда брал серию Fenix именно сапфировым стеклом. Именно из-за высокой стойкости к царапинам и потертостям. За около 4 лет постоянной ежедневной эксплуатации и тренировок мне так и не удалось поцарапать сапфировое стекло. В новых моделях серии Fenix 6X Garmin начал выпускать часы с возможностью покупки со стеклом Corning Gorilla Glass DX для серии Fenix 6, 6S, 6X и 6X Solar. Про модель Garmin Fenix 6X Pro Solar я рассказывал в своем обзоре, а также я делал обзор модели Fenix 6, 6X. Garmin позволяет выбрать тип стекла для нужной модели. Это сапфировое стекло или стекло Corning Gorilla Glass DX. Стекло Gorilla Glass DX установлено в часах Garmin Fenix 6X и версии 6X Pro Solar над стеклом Power Glass. Получается небольшой бутерброд из слоев. Верхний слой стекла Gorilla Glass DX выполняет защитную функцию. Нижний слой Power Glass преобразует солнечную энергию в электрическую. В сравнении с моделями одной и той же марки, мне бросилось в глаза тот факт, что сапфировое стекло дает на солнце больше бликов по сравнению с Gorilla Glass DX. Всех, конечно, интересует вопрос, насколько прочное стекло Gorilla Glass DX. Уже более полгода я с Fenix 6X Pro Solar со стеклом Gorilla Glass DX и очень активно эксплуатирую часы. Мой режим следующий. За неделю у меня три тренировки в зале CrossFit, три пробежки, один бассейн. Часы вообще не снимаю с руки. За полгода мне не удалось поцарапать стекло. Не знаю, может быть я просто аккуратный владелец. Хотя, из моего личного опыта, царапаться у вас будет в первую очередь именно беззель часов, а не стекло. Для тех, кто уже сильно беспокоится про внешний вид часов, есть дополнительные защиты безеля. Это силиконовый бампер, который надевается часы, или дополнительные накладки. Что ставить или не ставить, это уже решать вам. Вопрос защитных пленок на стекла, это уже тема отдельного видеообзора и статьи. Я планирую сделать тест и обзор различных типов защитных пленок часов. Напишите мне в комментариях под видео, если вас интересует этот обзор. Но мне все же хотелось дойти до предела прочности стекла и понять, при каких повреждениях будут появляться царапины для двух типов покрытия. Хотел бы отметить, что этот тест мне удалось сделать благодаря моему надежному Garmin партнеру в Украине, компании Navionica. За что им большое спасибо. Для теста я взял три модели. Это Fenix 5X Plus Sapphire с апфировым стеклом и две модели со стеклом Garmin Gorilla Glass DX. Также это Fenix 6X Pro и максимальная по комплектации модель это Fenix 6X Pro Solar с солнечной зарядкой. Также хотел отметить, что для всех моделей диаметр циферблата совпадает и равен 51 мм. Так что площадь стекла для всех моделей будет одинакова. Но прежде чем начать тест, давайте углубимся в теорию. Сапфир во стекло это прочный материал или нет? Конечно, слово сапфир не означает, что в часах Garmin используется драгоценный камень. Это обычное название синтетического сапфира, который образовался при высокотемпературной обработке из кристаллизованного оксида алюминия. Синтетический сапфир это прочное к повреждению стекло с твердостью 9 по шкале МООСа. Кстати, сапфировое стекло догоняет алмаз с твердостью равной 10 по шкале тоже самого МООСа. Кратце поясню. МООС предложил измерять твердость материала с помощью царапания эталонных минералов-обровцов. Обровцов много, каждый минерал имеет свою твердость. Давайте на этом пока закончим с теорией и переходим к практике. Я собрал несколько природных и искусственных материалов, которые бы смогли повредить сапфировому стеклу и стеклу Garmin Gorilla Glass DX. Итак, программа теста. Как я буду тестировать стекло? Сухой песок, монетки, ножи, офисный ножик, скальпель, складной нож, ключи от двери, мягкий и твердый камень, металлическая щетка для снятия ржавчины с микродрелью, ударная нагрузка, кидаю металлические шарики по касательной с разгона, абразивный шлифовальный круг. Не смог выдержать, а теперь спойлер. Действительно, я дошел до граничного предела стойкости для каждого типа материала и смог повредить стекло, но были и нюансы. Угадайте, какой материал все же смог поцарапать стекло часов? Надеюсь, вы уже выбрали нужный материал, который все же смог оказать воздействие на стекло. Итак, давайте начнем. Тест 1. Трение стекла сухим песком. Самый распространенный материал это песок. Песок есть везде. Это пляжи, на рыбалке, в походах, в горах. Насыпаю горку сухого крупного зернистого песка и втираю песок в стекло. Смотрим, что у нас получится. Результат 0. Царапины не появились ни на одной модели часов. Тест 2. Трение стекла различными монетами. Монеты всегда у вас могут быть в кармане. Попробую поцарапать стекло ими. Для теста взял обычные монетки. Это швейцарский франк и стандартные 50 копеек. Пробую царапать торцом монеток. Пробуем. Царапины на стекле не появились. Тест 3, 4 и 5. Все виды ножей. Пробую царапать стекло офисным ножом, дизайнерским скальпелем, обычным расклавным ножиком. Ножи острые. Я не брал для теста тупые лезвия. Делаю как продольные, так и поперечные движения ножиком. Ждем результат. Тест 6, ключи от дверей. Брал специальные ключи с острыми краями, чтобы реально царапать стекло. Пробую, ждем. Царапин на двух типах стекол не возникло. Тест 7, 8. Мягкий и твердый камень. Для теста использую я два типа камня. Мягкий камень с примесями ракушечника и щебенка. Тест 9, металлическая гибкая насадка для снятия ржавчины и микродрель. С опасением начал делать этот тест. Я думал, что жесткая металлическая щетка для снятия ржавчины легко сразу повредит стекло часов и оставит царапины. Давайте попробуем. Каково же было мое удивление, что даже на высоких оборотах микродрели металлическая щетка не смогла оставить царапины на стекле. Тест 10, кидаем металлические шарики по косой с разгона. Это самые частые удары, которые будете носить по стеклу, когда часы будут у вас на руке. В этом тесте я соорудил направляющий желоб и попробовал разгонять металлические шарики и бить им из стекло часов по касательной. Вес шариков был соответственно 2 и 10 грамм. Давайте начнем наш тест. Вес шариков Все типы ударов не оставили никаких повреждений на циферблатах часов. Тест 11, абразивный шлифовальный камень и микродрель. В этом тесте я попробовал повредить стекло абразивным шлифовальным камнем. На высоких оборотах дрели шлифовальный камень начал оставлять следы на стекле на всех типах моделей. И тут у меня возник еще один вопрос. А если же этим же камнем я попробую вручную поцарапать стекло без дрели, что будет? Интересный факт. Шлифовальный камень не смог поцарапать цифровое стекло, если я царапал стекло вручную без высоких оборотов дрели. Однако шлифовальный камень легко оставлял следы царапин на стекле Garning Gorilla Glass DX, когда я вручную тер его об циферблат часов. На этом тесте я остановился и хочу сделать следующие выводы. Сапфировое стекло показало себя самым надежным к механическим повреждениям. Карнинг Gorilla Glass DX не имеет такой прочности, как сапфир, однако относительно стойко к внешним воздействиям. Если вы не хотите дополнительно доплачивать за сапфир, то в принципе можно брать часы с этим типом стекла. Я прекрасно понимаю, что любой материал можно разрушить. Все зависит от силы и направления воздействия удара и нагрузки. И тут возникает следующий вопрос. А как определить, что стекло сапфир? На просторах интернет ходят легенды или даже миф, что сапфировое стекло можно определить по положению и движению капли по стеклу. Согласно этой теории, капли на сапфировом стекле будут вести себя по-другому, чем на другом типе стекла. В одних источниках вода будет быстро стекать, в других просто разобьется на мелкие капли. Мне не удалось подтвердить это предположение. Ведь положение капли на поверхности зависит еще от подготовки и чистоты поверхности. Для теста я обезжирил два циферблата часов и начал капать воду на стекло циферблата. Поведение капель было абсолютно одинаково. Я не заметил тут разительной разницы. Так что мой вердикт, я не считаю такой способ надежным для определения сапфирового стекла. Любой тип стекла, очищенный от жира, ведет себя с водой одинаково. Если же вы хотите реально получить информацию по твердости стекла, лучше используйте специальные приборы. Например, прибор для проверки прочности стекла Diamond Selector 2 можно купить на Алиэкспресс. Цена тестера около 10-12 долларов. В заключение, что я хотел сказать. Оба типа стекла показали себя достойно. Но есть и плюсы и минусы. Расскажу про них детально. Минусы сапфирового стекла, на мой взгляд, это 1. Дополнительная доплата за тип стекла. Это около 100 долларов в цене модели часов Garmin. Стекло сильно бликует на ярком солнце. Не очень комфортно смотреть на циферблат днем. Плюсы сапфирового стекла, это стойкость к механическим воздействиям и повреждениям. С этим стеклом вы забудете про потертость и царапины. Минусы стекла Garmin Gorilla Glass DX. Стекло менее стойкое по сравнению с сапфиром, однако тоже держит удары и бытовые царапины. Плюсы стекла Garmin Gorilla Glass DX. Вы сэкономите около 100 долларов в стоимости часов при покупке с этим стеклом. Это разумный компромисс для тех, кто не хочет платить больше. Читать циферблат на ярком солнце однозначно лучше с Garmin Gorilla Glass DX. Стекло не дает ярких отблесков, как сапфир. Какой же тип стекла вам лучше выбрать? Решать, конечно, уже лучше вам. Уважаемые зрители, спасибо за ваш просмотр и подписку. Ваши лайки вдохновляют меня на создание следующих обзоров. С вас подписка и колокольчик. С меня новый обзор. Желаю всем удачных тренировок и походов. Всем пока.